Богословие и практики ислама И о пяти столпах исламской жизни А теперь мы переходим к третьему пункту в нашем плане Как представляют себе мусульмане свою миссию в мире? Да, у них есть миссия, они в этом совершенно уверены Миссия эта выражается в призыве к молитве, который звучит по пять раз в день Когда мы с Бадру Катрега участвовали в диалогах между христианами и мусульманами Это было где-то год назад Я никогда не забуду его слова С минаретов всего мира по пять раз в день Мы свидетельствуем об истинности ислама И мы настойчиво призываем людей молиться и веровать Вот этот призыв с минаретов всего мира Когда приедешь в мусульманскую страну Это похоже на оркестр Весь город звучит Весь город исповедует веру Весь город настойчиво, настоятельно призывает прийти и молиться Мусульмане считают, что им есть что сказать миру Они проглашают истину ислама Есть у них миссия и перед христианами Я это видел на практике Я читаю об этом в Коране Мусульмане считают, что они обязаны помочь христианской церкви С одной стороны, помочь нам вернуться к истине И с другой, сохранить единство Ведь церковь во времена Мохаммеда была разделена По христологическим и другим вопросам Разделение сохраняется и сегодня И вот мусульмане призваны Помочь христианам ощутить подлинное единство Как это происходит? Через разъяснение христианского богословия Особенно по таким вопросам, как Троица и учение о Христе Они считают, что в этом наше богословие искажено Миссия мусульман Помочь нам разобраться в богословии Чтобы мы были воистину едиными И когда христиане живут в тех районах, где правят мусульмане Мусульмане отвечают в ответе за то, чтобы защищать христиан Христиан называют словом димми Димми, об этом мы поговорим несколько позже Я об этом сейчас говорить не буду Христиан нужно защищать, но только до определенного предела И этот предел христиане должны хорошо понимать И во всемирной миссии ислама Церковь занимает серьезное место У мусульман обязательства по отношению к церкви Миссия ислама заключается в том, чтобы все подчинить авторитету ислама Именно в этом, кстати, был смысл иранской революции Они говорят, что Божья воля — это талгид Бог — талгид, его воля также талгид Одна, едина Бог един, воля его едина И все народы, все культуры, все страны должны подчиниться единому Богу и единой воле Божией Так вот, давайте сделаем так, чтобы подчинить все иранское общество единой воле Божией Этому учит шариат, исламский закон В исламском движении Миссия понимается как состоящая из двух аспектов С одной стороны, дауа — это приглашение Призыв, провозглашаемый по всем Провозглашаемый по всем мечетям Нет Бога, кроме Аллаха И Мохаммед — пророк его Придите, испытайте, ощутите мир Вот это призыв, призывная миссия И вторая миссия, второй аспект — это даула Это политическая миссия, политический аспект миссии ислама Пару лет назад я был в Канаде И беседовал с этим мусульманским богословом И я его спросил Скажите, пожалуйста, в чем миссия мусульманского движения в Канаде? Вы ведете, вы руководите этим движением В чем его миссия? А он ответил мне Он знал, что я христианин, что я пастор Он ответил две вещи Во-первых, мы свидетельствуем об истине ислама И призываем канадцев стать мусульманами И во-вторых, когда в Канаде у нас будет достаточно мусульман Мы хотим взять в свои руки политические процессы Чтобы Канада стала исламским регионом Вот это два лица, две грани нашей миссии в Канаде Такой же вопрос, какова ваша миссия Я задавал многим в Соединенных Штатах И слышал тот же ответ Две грани Призыв и политические действия Политическая деятельность Кстати, не все мусульмане с этим согласны Некоторые говорят На Западе так хорошо У нас такой мир и благоденствие Нам нравится демократическое учреждение Западного мира Поэтому власть в свои руки нам брать не надо Но если поступать так, как поступал Мохаммед в Мадине То получается, что ислам не полон, не завершен Пока нет политической власти Из всех религий Ислам больше всего оптимизма имеет в себе по поводу возможности Установить истину, правду и справедливость на земле через политическую власть Наши друзья, мусульмане, очень часто говорят так Да, мы будем свидетельствовать Но мы также сделаем все, чтобы взять в свои руки политическую власть Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС Это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Пару лет назад я был в Бирмингеме Ехали мы по улицам Бирмингема с моими друзьями-мусульманами Они говорят, Дэвид, смотри Мы въехали в мусульманский район Бирмингема Этот район под управлением мусульман Это Дар Аль Ислам Я говорю, да, кажется, так оно и есть Знаете, почему я это понял? Там были совершенно конкретные вещи Многие рекламные щиты были закрашены черной краской Например, если там была раздетая и обнаженная женщина на рекламном щите Или там была реклама продажи алкоголя Его просто закрашивали черным цветом, черной краской Мусульмане составляли большинство в городском совете И вот они и приняли решение закрасить эти щиты Решение, кстати, неплохое Я с ним даже согласен Но мусульмане об этом не просто говорят Они так и делают В Соединенных Штатах, когда мусульмане берут в свои руки политический контроль над той или иной улицей На этой улице перестают продавать наркотики Перестают продавать алкоголь Кончается проституция Просто потому, что эта улица в руках мусульман Но они говорят так Нам нужна политическая власть, чтобы очистить район города ДНК ислама состоит и в свидетельствовании, и в политической власти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok